У вас есть две доски дома? Берёте две доски вот так вот сколачиваете, одна вот так, другая вот так, поперёд. И потом встаёте вот так вот с доска, и всё, вот так, отрабатываем парню. Несём свой пресс вот так вот. Можно музыку такую слушать. Берёте, пожалуйста, я всё объясню. Вопрос правильный. Вы очень искренний человек, а то, что я сказал, это просто для того, чтобы всем было хорошо. Теперь мы с вами будем разговаривать. Смотрите. Есть вещи, которые очень трудно в себе понять. Очень трудно. И по факту они всегда возникают у человека, который начинает работать над собой. Вот представьте, допустим, я начинаю работать над своим питанием, перестал есть мясо, а муж его жрел. Это противно вообще, даже с медикатсами противно. И в холодильнике постоянно трупы. То есть вот это вот изменение стандарта в жизни, первые результаты – это гордость, которая разрушает жизнь полностью человек. Камень на камень у меня сходя. Я, допустим, молюсь в утро, а муж приходит, и говорит, что я не так смелее. Я уже почти светаю. Ну, скотина, каким был, таким и остался. Понимаете, работать над собой же означает совсем другую вещь. Она означает, что ты больше можешь вкладывать в близкого человека силу. Вот смотрите, вы – развитая женщина, означает, работаете меньше, муж работает больше. Это означает, что вы – развитая женщина и сильная женщина. Если вы работаете много, а муж работает мало, это означает, что вы – слабая женщина. Пытаетесь это понять? И если вы, занимаясь чем-то самосовершенствованием, не улучшаете отношения в семье, значит, ваша энергия, самосовершенствование идет в вашу гордость, а не в вашу силу. Потому что гордость – это слабость, а не сила человека. Поэтому ему же не нравится то, чем вы занимаетесь, потому что это разрушает вашу семью. Вы пытаетесь это понять, что если вы работаете над собой, то вы должны стать скромнее дома, смиреннее, непритязательнее. Вы должны простить мужа, что он меньше приносит денег. То есть это называется принять судьбу. Когда у вас сила в сердце такая появится, то дальше что возникнет? У мужа появится сильное чувство вины перед вами. Он начнет чувствовать, что он что-то не дотягивает, что у меня такая хорошая жена. Мало то, что она мне готовит, убирает, сырает, очень смиренно, еще денег больше получает, а я совсем, блин, какой-то недоделок. Это то, что у него начнет возникать внутри. А вы, наоборот, должны ему говорить, нет, ты у меня хороший, ты у меня растущий грибок. Скоро станешь грузином. Понимаете, если мужчину поливать, ну, ты кормите, корову кормить салопанным пакетом, то она дает бензин. Так же мужчину, если поливать вот этими болезнями у других мужчин, как лебедушки, у меня бедоносец. Вот. Понимаете, то вот так компильнее получится. Помните, да, бедоносец? Вот, постоянно одни проблемы. Это результат влияния жены. И слабые женщины, они не могут вдохновлять мужчин, они пилят. И по факту они пилят сух, на котором сидят сами. Потому что, когда семья разваливается, мужчина себе сразу находит другую. А женщина остается одна надолго. Понимаете, идея ее нет. Женщина должна научиться вкладывать не к себя, не к своей жизни, как женщины говорят некоторые. Я должна уделять время себе. Вы в это время не себе уделяете время, а вы вкладываете в себя силу для того, чтобы отдать мужу. Потому что в этом ваше счастье, в мужичке, который рядом с вами. А не в сидее. Женщина, которая расслабывает себя, она что получает? Ничего не получает в жизни. Все вокруг мельчают, а нас как кричат. Мне это неинтересно, женщина же счастлива тем, что люди вокруг хорошие. Понимаете? Вот чем она счастлива в своей жизни. Ваша проблема – это гордость, понимаете? То есть вы возгорделись собой рядом с мужем. И поэтому он еще ниже будет рядом с вами. Он будет еще больше мельчать. И результат такой жизни совместной, однозначно, это развод. Вас разорвет. Или вам надо вот эти две палочки купить и делать из себя жертву.